Вот так вот у нас передвигаются быстро дети. Вы видите, не в состоянии дойти самостоятельно. Уже неделю путь до школы для детей с ограниченными возможностями здоровья стал еще более затруднительным, говорят родители учащихся. Мы вот родители детей-инвалидов учимся в этой школе. Раньше проблемы не было, потому что цепей здесь не было. Мы заезжали, парковались, выезжали все оттуда. Никакого коллапса по утрам не было. А виновники коллапса, по мнению родителей, жители 32-го дома по улице Энтузиастов. Они за свой счет сделали закрытую парковку для своих автомобилей, утверждая, что это территория их дома. Вот эта территория относится к дому номер 32. Заметьте, не к интернату, а к дому номер 32. Мы взяли в долгосрочную аренду и отсыпали. У нас юридический договор с ЖЭУ. По словам родителей, конфликт возник не спонтанно, и они не первое поколение воюющих с жителями многоэтажки. И вот как приходится плотно и туго вставать родителям. Не могут выехать даже. Вот они сколько свободных мест. Это наша жизненная необходимость. Это не какая-то наша прихоть. Нам не лень. Правда вам говорю. Нам остро необходимо подъехать поближе, как по максимуму к школе. Потому что некоторых детей родители тащат на руках. Прямо на руках. То есть это 12-летний ребенок ростом почти с меня, например. Оставлять машины на парковке школы нельзя. По правилам противопожарной и антитеррористической безопасности, утверждает директор учреждения. Любой родитель, написав заявление, личное заявление и оставив контактные данные о своем автомобиле и о себе, имеет возможность подвести ребенка непосредственно к зданию школы для того, чтобы его определить в образовательный процесс. Родители подчеркивают, к интернату претензий нет. Однако, чтобы, что называется, определить ребенка в образовательный процесс, нужно минимум полчаса. А мест на временной парковке совсем мало. Мы можем подъехать, высадить детей. Машину надо убрать, нельзя там парковаться. Вот здесь все-все-все занято. Поставить машину некуда. Туда ехать, это опять же ребенок в школе, ты туда, мы все на сопровождении находимся. И как быть? Сейчас в школе учатся 143 ребенка с ОВЗ. Из них 35 требуется сопровождение родителей. Мы со своими детьми сидим в школе. Вот идут уроки, мы с ними сидим. У меня ребенок сама не ест, я ее кормлю сама в столовой. Мы хотим учиться, мы не хотим сидеть дома, мы хотим социализацию. Но с такими условиями нас вынуждают сесть дома. Ваша администрация, интерната перекрыла вам доступ с вашими детьми, у которых есть ограниченные возможности. Вы в итоге не на свою администрацию жалуетесь, получается, а именно на тех людей, которые вложили сюда 200 тысяч рублей, отсыпали парковку. Мы ее первые несколько дней вообще не закрывали. Но с чем мы столкнулись? Заезжают бесперестанно машины. Любые. Едут они не через проезжую часть, а едут они именно через нашу парковку туда-сюда. Вот. 200 тысяч мы вложили, спустя неделю у нас уже щебня нет. Оскорбления, прокалывания колес. Такие ситуации бывали уже не один раз, утверждают как жильцы, так и родители. Я понимаю. Мне вообще не стыдно. Да вы под богом ходите, вы побойтесь две секунды. Давайте мы отставим, а? Нет, мы не отставим. Две секунды мой ребенок не идет. Никто не виноват, что у вас есть дети с определенными проблемами. Вот именно. Никто не виноват. Муха, котлет, все вместе в кучу. По мнению родителей, школа расположена так, что другого подъезда к учреждению нет. Ситуацией заинтересовалась член краевой общественной палаты Ирина Яковенко. Давайте все-таки дадим время этой ситуации. Мы однозначно будем решать каким-то образом. У меня есть несколько мыслей по поводу того, каким образом можно в этой ситуации разобраться с тем, чтобы все-таки были парковочные места. Это не прихоть. Как так получилось, что участок был отчужден в пользу и продан в пользу жителей этого дома? Вопрос. Пока мы общались с участниками конфликта и теми, кто готов помочь его разрешить, обе стороны неожиданно пришли к компромиссу. Родители оказались готовы вложить средства в парковку, а жители дома предоставить парковочные места. Когда я уже отошла и проанализировала, что всего 8-10 мест можно выделить, и это на самом деле реально, сейчас мы о чем договорились с Анжелой. В ближайшее время она мне скинет список госномеров с контактными телефонами, именами родителей. Соответственно, мы им даем пароль, доступ от ключа, и они спокойно могут ставиться. Мы ни в коем случае не против детей. Ни в коем случае. Мы не хотим доставить родителям какие-то проблемы дополнительные, которых у них и без нас очень много. Мы продолжим следить за развитием событий. Не исключено, что конфликт возникнет снова, и родителям вновь придется искать пути решения проблемы, которая длится годами. Да, везде говорят, доступная среда, доступная среда, доступная среда. Где? По факту ее нет. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.